МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сложной схеме трансфертов разбирались сенаторы. О новом этапе развития страны британскому послу рассказал спикер Сената. Что интересовало дипломатического представителя Лондона, расскажем в выпуске. Здравствуйте, пришло время Сената. Особый законопроект представили сенаторы на этой неделе. Он касается улучшения условий жизни больше 700 тысяч казахстанцев. Все они люди с особыми физическими потребностями. Документы инициировали сенаторы, а к его разработке привлекли не только парламентариев, но и уже по сложившейся традиции экспертов. Среди них и сами люди с инвалидностью, которые, как никто, знают, что нужно сделать, чтобы улучшить качество жизни людей с проблемами по здоровью. Людям с инвалидностью в Сенате всегда было особое внимание. В прошлом году парламент принял закон, предусматривающий введение новых видов пособий и улучшение жилищных условий семьям, в которых живут казахстанцы с ограниченными физическими возможностями. И вот очередные изменения, которые призваны улучшить качество жизни тех, кто в этом нуждается особенно. Сейчас в стране живет около 700 тысяч человек с инвалидностью. Больше 60 тысяч из них – это люди, имеющие первую, самую тяжелую группу инвалидности. Больше 92 тысяч – детей в стране с особыми потребностями. Ежегодно около 50 тысяч казахстанцев получают инвалидность впервые. Масштаб проблемы очевиден. Глава государства Касымжомарт Токаев уделяет большое внимание социальной защите людей с инвалидностью. В этой связи осуществляется совершенствование национального законодательства. Законопроект нацелен на оказание системной поддержки для лиц с инвалидностью. Проект предусматривает конкретные меры, касающиеся социальной защиты. Речь идет о совершенствовании национального законодательства в сферах здравоохранения, оказания специальных социальных услуг, образования и повышения качества жизни людей с инвалидностью. Изменения, на которых настаивают сенаторы, принципиальны. Расширение безбарьерной среды для маломобильных казахстанцев. Для этого предлагают ввести приоритетный закуп на городские маршруты автобусов, приспособленных для лиц с инвалидностью. А в таксопарках на каждую десятую машину, по мнению сенаторов, должно приходиться как минимум одно инво-такси. Люди с инвалидностью смогут бесплатно получать нотариальные услуги, а при необходимости без технических затруднений отстаивать свои права в суде. И иметь право на возмещение затрат родителей, которые сопровождают своего ребенка с инвалидностью во время санаторного лечения. В целом, на что был направлен наш законопроект, это вопросы, в первую очередь, исключения всех дискриминирующих терминов, которые на сегодняшний день имеются в законодательстве Республики Казахстан. Это вопросы превентивных мер, то есть мер профилактики инвалидности, недопущения инвалидности. Это вопросы регулирования рекламы и маркетинга продуктов питания, направленных на детскую аудиторию. Были предложения озвучены по доступности санаторно-курортного лечения для лиц с инвалидностью, которые нуждаются в сопровождении, и для детей с инвалидностью. Сенаторы не раз становились инициаторами масштабных законодательных изменений в стране, которые прежде всего призваны решать системные недоработки, в том числе и правительственные. Депутатские запросы – это еще одна возможность указать членам Кабмина на слабые моменты в госуправлении или экономике страны. Так, сенаторы уверены, что нужно полностью пересмотреть закон о фонде Самрук Казына, либо вовсе поставить его на утрату, как тормозящий развитие Казахстана. Сенатор Едель Мамыдбеков недоумевает, как фонд, включающий около 600 организаций и компаний, может не просто не приносить прибыль государству, но быть еще и дотационным. Более того, уверены парламентарии, коррупционными схемами отдают вопросы о государственных закупках Самрука. Поэтому депутаты попросили главу правительства Алихана Смаилова ответить на логичные вопросы. Какие активы фонда будут переданы в конкурентную среду? Как будут учитываться интересы национальной экономической безопасности? Какова эффективность принимаемой модели модернизации фонда и размер сокращения участия государства в предпринимательской деятельности? Сенаторы считают, что контроль над стратегически важными объектами должен оставаться под контролем государства и не подлежать приватизации частниками. Более того, мы отметили то, что нельзя на каждое предприятие, на каждый фонд принимать отдельный закон. Закон должен быть для всех единым. Это касается не только Самрук Казна, но и других организаций. К сожалению, в последнее время очень модно стало, что для каждого предприятия, особенно когда касается вопросов о государственных закупках, принимаются отдельные законы. Это, в принципе, неверное решение. И это надо в корне менять. В финансовых хитросплетениях только уже республиканских целевых трансфертов регионам. На этой неделе также разбирались сенаторы. В депутатском запросе в парламенте привели интересные факты, когда средства из республиканского бюджета выделялись регионам не на первоочередные нужды или, наоборот, трансфертов было так мало, что не хватало на решение системных проблем. Несколько лет назад Восточно-Казахстанская область получила из республиканского бюджета средства на дошкольное образование, в три раза превышающие необходимую сумму. И как парадокс, систематическое недофинансирование в других регионах привело к возникновению годами нерешаемых проблем. Такой дисбаланс, по мнению сенаторов, складывается из-за отсутствия в стране прогнозирования доходов местного бюджета, обоснованности расчетных показателей, применяемых при формировании трансфертов в регионы, и, главное, ответственности госорганов и акиматов за некачественное прогнозирование. Депутаты Комитета по финансовому бюджету предложили правительству рассмотреть ряд вопросов, в том числе совершенствование методики прогнозирования доходов местных бюджетов, увеличение доходов местных бюджетов за счет передачи им дополнительных налогов. Очень важным, считаем, вопрос взаимодействия центральных государственных органов с представителями органами и местными исполнительными органами. По вопросам формирования и согласования определения трансфертов общего характера. Предлагают сенаторы Кабмину обратить внимание и на решение еще одного вопроса реформу силового блока в стране. Напомню, поручение об этом дал президент после событий начала января. В парламенте напоминают, по инициативе депутатов ранее уже был разработан проект закона по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах страны. Поэтому депутаты просят членов правительства ускорить процесс его рассмотрения. Январские события обнажили слабые места в работе правоохранительных органов страны и вооруженных сил Казахстана. А потому необходимо сейчас, на стадии работы над законопроектом, внести в него дополнения и изменения, что называется, по горячим следам. Особое внимание правительства депутаты обращают на решение вопросов материально-технического обеспечения силовых органов. Сейчас находится в правительстве проект закона об внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам национальной безопасности и службы в специальных государственных органах. Причем этот проект закона по инициативе депутатов предложен. Там как раз таки рассматриваются вопросы и государственного контроля над использованием оружия, там государственный контроль над продажей предприятий оборонного комплекса. Ключевые приоритеты страны, недавно обозначенные в выступлении президента Касымжимар Тукаева в парламенте, Маулин Ашимбаев, на неделе обсудил с послом Великобритании в Казахстане Кэтрин Лич. Причем важность и своевременность реформ предложенных главой государства признают и на Туманном Альбионе. В ходе встречи посол подчеркнуло, что инициативы казахстанского президента направлены на ускорение проведения реформ в стране. Маулин Ашимбаев также рассказал о том, что в свете озвученных президентом инициатив перед Сенатом также поставлены масштабные задачи по качественному и своевременному законодательному обеспечению всех поручений главы государства. Стороны обсудили трагические события, произошедшие в Казахстане в начале этого года и отметили необходимость объективной и прозрачной оценки произошедшего. Председатель палаты подчеркнул, для этого в стране предпринимаются все необходимые меры. Это было время Сената. В следующих программах мы продолжим рассказывать о законопроектах, которые пишут для социального благополучия всех граждан страны. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин